МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире военная программа, я и ведущий Александр Сладков. Мы снова в Ингушетии, и снова ФСБ, МВД и банд подполья. Теперь мы говорим о террористах-смертниках. Еще совсем недавно их называли шахидами, а сегодня на Кавказе появился другой термин – суицидальный терроризм. От слова суицид – самоубийство. Сидя у экранов, мы поглощаем информацию о терактах. Порой не задумываясь, как и кем эти теракты проводятся. Почему не удается их предотвратить? С 17 августа 2009 года в Ингушетии произошел крупнейший за многие годы теракт. Машина, начиненная тротилом, ворвалась на территорию УВД на зрание. Мощный взрыв – погибли люди. Опять смертники. Кто они? Откуда? Как их готовят? Своё собственное расследование мы начали со встречи с ингушскими журналистами. Один из самых уважаемых среди них – Хусейн Шадиев, редактор газеты «Сердало». Нельзя пару месяцев, за месяц, даже год подготовить Александра Смитина. Способного вот так вот пойти и себя взорвать невозможно. В кино это может быть, да. Мы же не в кино, а в реальной жизни видим. Значит, идёт серьёзная работа, идёт. И используют там все методы приёма, в том числе, считая это зомби и прочие-прочие вещи. А вот не может человек-бомба, заряженная тротилом, вдруг переключит ещё эту мозгу, и он домой к себе пойдёт с этой бомбой? Может быть. Может быть. И вот мы несколько эпизодов наблюдали, когда происходили самоподрывы в транспортных средствах по непонятным для нас причинам. То есть человек должен заниматься одним, а человека назвать очень сложно, но личность, которая была заряжена на одну ситуацию, поступала немножко по-другим вещам. Президент республики Ингушетия Юнусбек Евкуров только вступил в должность. И такой вызов. Люди тени. Террористы-смертники. Прошло ещё немного времени после теракта в УВД, и был атакован уже кортеж самого Юнусбека Евкурова. Его брат-охранник погиб. Через год после выздоровления, во время нашей встречи в Магасе, Юнусбек Евкуров скажет, это не шахиды, похоже на спланированный суицид. Это человек, если бы он не сделал бы этого, он, наверное, где бы там бросил бы с собой с обрыва, или там повесился бы. Склонность людей к этому вещам, она есть во всем мире, да. И, наверное, долго-долго, выходя на вот эту жертву, которая сама собой жертвует, да, вот эти идеологи, психологи, они находят и таких, кто склонен к суицидам. Война – дело дорогое. Только дилетант может подумать. Боевики ушли в лес, питаются коренями, обстреливают блокпосты, все награбленное отдают бедным. Нет, чекисты объясняют, Робин Гудов в лесу нет. Большинство банк-главарей имеют приличный доход. Строят хорошие дома, катаются на дорогих машинах. Я помню, когда уничтожили бандита Макошарипова в Дагестане, подручного Басаева, у того на квартире была целая библиотека. Немного религиозных изданий, а в основном бизнес-литература. И миллион долларов на личном счету. Говорят, Турция имеет отношение к сметам боевиков. Грузия. Деньги приходят, и тут же начинаются теракты. Да. Идет проплата, приобретение транспортных средств, оплата за проведение мероприятий. Такого характера. К Олимпиаде, наверное, проплаты-то учистятся? Я думаю, что этот процесс усилится. В том числе не только с точки зрения проведения террористической акции, а прежде всего, я думаю, будет расти протестная активность. Говорят, будто боевики занимаются рэкетом, тянут бюджетные деньги из ингурских чиновников. Много раз слышали, да, про журналист? При этом хоть одного чиновника, полменного за последние пять лет, который дает или платил дань боевикам, вы увидели арестованного и не увидите. Поэтому здесь очень надо осторожно об этом говорить. Я сегодня про коррупцию, про уровень коррупции, про уровень отчисления банк-подполья очень осторожно выражаюсь. Кстати, о коррупции. Боевики часто используют этот термин, призывая в свои отряды молодежь. Удобно играть на трудностях, на безработице, на безденежье, на социальной несправедливости. А коррупция, она ведь действительно еще не побеждена. В республике Дационно 97% финансовых средств поступает из федерального бюджета. Естественно, что достаточно большой процент денежных средств не доходит до тех социальных программ, которые должны были реализовываться. Еще немного о деньгах. Говорят, кризис коснулся и банк-подполья. У нас тоже есть какая-то информация, что отток бандитам денег не такой, как был раньше. И сегодня они сами занимаются разбойными нападениями. И скажу так, все нападения разбойные, они совершались уже не какими-то группировками, другими бандитскими, а именно структурой членов банк-подполья. Банк взяли инкассаторов. Да, и деньги мы частично обнаружили у них в среде бандитов. То есть у них в банк-подполье, так будем говорить. Мы продолжали свое расследование. Следование. Переезд из Осетии в Ингушетию. Черменский круг. Блокпост. Дорога перекрыта. Подходим, узнаем. Пять минут назад со стороны села Майского появился человек. Никто не обратил внимания. Человек подошел к посту, спросил старшего. Едва подошел милиционер, раздался взрыв. Сотрудник погиб. Парень, командированный на Кавказ из Иваново. Опять смертник. История осталась бы малоизвестной, если бы не одна версия произошедшего, которую нам удалось узнать. Кадры боевиков, переодетых в спецназ ФСБ, идут на дело. Действительно, денег у банк-подполья, видать, не очень. Приходится элементарно грабить. Причем выдавая себя за силовиков. А вот и кадры ограбления. Качество не очень, сняты на камеру слежения. Люди таскают из банка мешки с деньгами. И вот во время такого ограбления вышла перестрелка. Инкассатор уничтожил налетчика-боевика. После перестрелки в семью инкассатора заявились гости. Кровная месть. Наш брат погиб. Есть претензии. Но мы знаем, что один из членов вашей семьи болен раком. Последняя стадия. Где он? 17 августа 2010 года на Черменском кругу молодой парень, онкологически больной, подорвал себя после обработки боевиков, чтобы снять со своей семьи преследование по законам кровной мести. Так это пуля попала или осколок? Это вот. Это надо у парней спросить. Вообще-то первая реакция властей на любую опасную обстановку. Так называемый полицейский невод. Усиление контроля на дорогах, досмотр подозрительных личностей и машин, проверка документов. Как с этим в Ингушетии? Встречаемся с министром внутренних дел. Все КПП, федеральные КПП, они входят в общую систему. Но о том, что невод закинут, через который невозможно сейчас пройти, об этом говорить, наверное, рано. Но, тем не менее, мы нововведения вводим, создаем мобильные группы, которые на короткий период перекрывают определенные квадраты по территории республики. Брали в ОМД людей за деньги, за взятки. Молодежь не доверяла. В результате появлялся вот этот разрыв недоверия и молодежи, и к населению, к власти. Все это проводило к тому, что милиция деградировалась, она не работала. Вот сейчас она заработала. Результат виден. Пожалуйста. На языке один вопрос. Религия, ислам, не здесь ли причина экстремизма? А что, расхожее мнение? Может, это в мечетях людей учат? Выясняется наоборот. Полевые командиры даже не рекомендуют своим боевикам появляться в мечети. Принято говорить, что вот если в религиозном плане все навести порядок, и все бандиты прекратят существовать. Это неправда. Почему? Потому что им идеологи, которые выкладывают в голову, они говорят, что все, что в мечетях говорят, это неправда. Они уже изначально настроены на то, чтобы не ходить в мечети и вообще не слушать это. Может, это не имеет отношения к терроризму, но кто же знал, что Ингушетию, республику с такой историей, с красивыми традициями, вдруг коснутся тени прошлого. Например, есть люди, которые считают, что театры нужно запретить, мол, лицедейство грех. Есть такие, что даже танец лезгинку считают непристойным. Наша национальная лезгинка. Понимаете, мы танцуем, да? Разводим руками, танцуем. Это наша национальная лезгинка. А по шриату ее нельзя делать. Ну, лезгинка-то делала неплохое вроде. Лезгинка – это уже, вот, ну, как вам объяснить? Примерно, вот, лезгинку когда можно танцевать? Когда ты узнаешь, что ты попадешь в рай. Вот от радости. Вот танцуешь и все. Понимаете? Боевая операция. Спецназ ФСБ заарканил так называемого военного эмира Ингушетии. Срок жизни у эмира в последнее время не очень. В том смысле, что короткий. Убивают. На их место приходят другие. Снова убивают. Вот, кстати, и вопрос. В одних ли ликвидациях тут дело? А экономика? А социальная политика? Впрочем, это не кафедра спецназа. На дому у этого эмира и пособия фугасные нашли, и даже номера, чтобы чаще менять их у машин. Но тут произошло неожиданное. Банд подполье предприняло попытку вытащить своих бандитов из окружения. Вот съемка. Сделано случайно из машины. На той же спецоперации. Женщина подходит к милицейскому оцеплению, стреляет в милиционеров, потом подрывает себя. Боевики используют зомби не только для атаки, но и для прикрытия отхода главарей или основных групп. А вот зомбирование, это вот как в кино зомби? Да нет, я думаю, здесь немножко все попроще. Мы вот получили несколько видеоматериалов, которые свидетельствуют, с какими технологическими способами это используется. Да, там есть принцип воздействия на подсознание. То есть Саид Бурятский тоже самое обладал возможностью воздействия на подсознание человека. Вводя человека в транс. Вот он, упомянутый Саид Бурятский. Перед той самой атакой УВД в августе 2009 года. Показывает обрезки арматуры, которыми начинен фугас. Делает заявление, что, мол, сам в этой же операции тоже отправится в рай. Правда, на смерть Бурятский не пошел. Отправил другого человека. Убил вместе с остальными. А это уже уничтожение самого Бурятского, русского Александра Тихомирова, ставшего вдруг идеологом всего Кавказского банк-подполья. Человек, отправившего на смерть десятки других людей. Его застрелили чекисты в ходе боестолкновения в ингушском селе Экажево. Теперь уничтожены все главари ингушского подполья. Пойман неуловимый бантик Магас. Ситуация кардинально последние 4-5 месяцев изменилась. Я не знаю, что там больше всего. Силовые структуры заработали лучше. Или работа, которая ведет власть, ведет общественность, ведет в том числе газеты, журналисты совместно дают какие-то результаты. Или последние, видимо, удачные операции с поимкой этого Магаса злосчастного. Многих таких одиозных фигур бандитских было уничтожено ингушетии. Молодежь. Последний раз деньги на молодежную политику шли в 2005 году. Только эта работа затихла, сразу молодые люди потянулись в подполье. Работа, дефицит, а тут вроде предели. Но сейчас робко, но можно говорить о положительных изменениях на Кавказе, в том числе в Ингушетии. Сейчас начинается финансовое вливание в сферу молодежной политики поднимать и так далее. Это все правильно, это все необходимо. Конечно, лучше поздно, чем никогда. Я очень рад, потому что наконец пришло осознание этого. Ингушская милиция. Невозможно обвинить горцев в трусости, в нерешительности, но многие говорили, в Ингушетии милиция действует, мягко говоря, не в полную силу. А тут стали отстреливаться, стали огрызаться. Надоело быть мишенью боевиков. Идет подбор новых кадров. А дерзость, смелость, вот здесь учитываются такие качества? Ну, здесь же Северный Кавказ, здесь это первостатейные, наверное, качества. Все остальное это потом, даже профессионализм это потом. А вот именно, чтобы сотрудник мужественный был, в какой-то степени дерзкий, да, это учитывается прежде всего. О людях, склонных к суициду. Как в любом месте и здесь такие есть. В Ингушетии на них теперь обращают особое внимание. посещают их семьи беседами. Таких у нас выделено порядка 10 человек, которые живут сейчас в семьях. С ними выстроено определенное взаимоотношение органов управления власти, оперативный надзор, по которому мы систематически проверяем и пытаемся через среду общения воздействовать на то, чтобы сдерживать их от действий такого характера. И еще немного о будущем. Подводя итоги нашего небольшого путешествия по Ингушетии, несмотря на ситуацию далекую от Радужной, мы не встретили ни одного человека, который бы нам сказал «Мы работаем зря». Впереди новые времена для хороших людей и для плохих. Да, есть трагедии, есть светлые дни. Придет, оно придет, оно недалеко. Но те, кого убивали эти подонки из-за угла, из-под тяжка, у них остаются родственники. Я боюсь, что обратная реакция начнется потом. Заслуженная реакция с точки зрения и веры, и человеческой отношений. Почему? Потому что, когда ты вчера с оружием в руках народу испугал, убивал моего брата, просто подлый в спину стрелял. Почему я сегодня тебе должен давать повод ходить на этой земле? Теперь я тебе тамшу за своего брата. Да? Я вообще тоже могу. Конечно, нельзя этого допускать, но тем не менее, все главное должны понимать, что неотвратимое наказание происходит и будет. Мы пробыли в Ингушетии несколько дней. Общались и с милиционерами, с чекистами, с журналистами, с обычными людьми. Борьба с банд-подпольем очень тяжелое дело, долгое. И силовикам с ним не справиться. Если говорить образно, это наш общий крест, российский, бросить который мы просто не можем. Я, Александр Сладков, прощаюсь с вами через неделю в нашей программе. Неспокойный Ирак. Частная армия. Бывшие российские спецназовцы за рубежом. Аль-Каида, то есть оттуда поставки оружия в основном идут оттуда, по реке. Она никем не контролировалась до определенного момента, то есть вообще было не до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова